Всем привет! С вами Владислав, интернет-магазин Кораблик Рыбака В этом видео сделаем обзор двух эхолотов и сравнение дальности работы нового эхолота Это будет у нас Лаки 918 и Лаки 718 LIC То есть в чем у них разница? Датчики абсолютно одинаковые, которые монтируются в корпус Разница в самих головах, скажем так, эхолота То есть эхолоте 918, такая вот голова большая идет И он питается от 8 батареек Здесь вот 8 батареек пальчиковых То есть вам приходится постоянно их менять Либо включать как-то внешний пауэрбанк на 12 вольт Здесь же в этом эхолоте уже встроенный аккумулятор То есть он заряжается от обычной телефонной зарядки И он также водонепроницаемый Корпус у него легкий Противоударный Также есть еще идет шлейка такая Он вешается на шее и очень удобно Антенка выдвигается Вот И по экранчику давайте сравним То есть вот два экрана Ну, я бы сказал, он немножко меньше Немножко меньше по экрану Чем 918 Но очень похож Так, включаем наш кораблик Связь у нас появилась И сейчас Сделаем заплыв Так Кораблик у нас Тигр С новым бункером Тут у нас Гром На заднем фоне Поехали Да, у нас точку нулевую я задал И вот у нас увеличивается расстояние от точки 10 метров И пошло дальше Сейчас проверим На сколько у нас Работает эхолот Поставим режим круиз-контроля Так, я прервался Потому что неудобно Все сразу держать В общем, у нас дистанция 242 метра Протестировал на 300 метрах На 300 метрах он уже Не стабильно ловит сигнал Скажем так, сигнал есть Но он пропадает А вот 250 метров Где-то так То есть он работает отлично То есть, как видите Эхолот показывает рыбу Показывает глубину 3,2 метра И сейчас Для чистоты эксперимента Я включу возврат На домашнюю точку То есть, смотрите У нас вот расстояние От кораблика Ага, пульт положил И связь пропала Вот, кстати Как-то нужно правильно пульт держать Нужно вот так вот Пульт держать правильно Не вот так То есть, если я положу Насижу его Сигнал прервется Вот, смотрите У нас идет раз И все Сигнал пропал Потому что антенка Находится очень низко И кораблик не достает Ну, ничего страшного В этом случае Кораблик сам вернется на домашнюю Точнее, на точку эвакуации Вот И сейчас Посмотрим Где он у нас То есть, его практически не видно Вот зумом Вот он И сейчас Я его верну На домашнюю точку Так Вот он у нас Развернулся И поехал На домашнюю точку Посмотрим Что у нас Покажет эхолот Так И вот показания эхолота То есть, кораблик сейчас И правда По нижней передаче На домашнюю точку Сигнал нормальный Глубину он показывает То есть, кораблик сейчас движется Показывает рыбку Траву Глубину Размер рыбки Вот видите, здесь идет Большая рыбка Вот это полтора метра Полтора Один и пять Это глубина На которой находится рыбка То есть, общая глубина Сейчас 2,8 метра И вот он показывает рыбу Вот у нас кораблик Эхолот работает стабильно Без всяких нареканий Кораблик потихоньку возвращается На домашнюю точку Пошло увеличение глубины Вот он у нас плывет Уменьшение глубины Вот пошло 2,5 метра То есть, показатели здесь есть То есть, там до этого была яма На 4 метра Расстояние у нас сейчас 75 метров до кораблика Ну, все отлично работает То есть, чем плюс этого эхолота Тем, что его можно повесить на шее Эхолот 918 Он нужно куда-то ставить Либо держать в руках Это очень неудобно Вот Плюс у него Он влагостойкий Ну, то есть, кунать его в воду не нужно Но от дождя он защищен И встроен аккумулятор То есть, он заряжается Очень просто Здесь открывается Отверстие От любого пауэрбанка Вы можете обычно Зарядным устройством Телефона Его зарядить Вот кораблик у нас возвращается Он, помню, пониженная передача идет Все Кораблик у нас вернулся На домашнюю точку Все замечательно Продолжение следует...